В спортивном зале 7-й Чебоксарской школы представители Республиканской Федерации тайского бокса разыграли награды чемпионата и первенства столицы Чуваши. Кому улыбнулась спортивная удача в сюжете Вячеслава Ильина. Численностью турнир хоть и не взял, заявки подали 90 файтеров, зато воспитанники Республиканской Федерации проверили свои силы в поединках со сверстниками из республики Мариэл. Чемпионаты первенства нашей столицы на данный момент проходят без ведущих спортсменов, так как через пару дней стартуют чемпионаты первенства Урала Приворско-Федерального округа в Башкирии. Но зато это хороший санс молодым спортсменам проявить себя. Кому бы не хотелось за счетную книжку записать чемпион города Чебоксар. Молодая поросель Федерации Муай-Тая предоставленной возможностью воспользовалась. Свой первый поединок провел воспитанник клуба «Гладиатор» Артем Иванов. Спортсмен в синей защите. Второклассник школы-поселка Опытный Цивильского района тайским боксом занимается с сентября. Полгода упорных тренировок не только пополнили технический багаж восьмилетнего файтера, но и знание истории Муай-Тая. Я теперь стал уверенным, сильным и я знаю теперь, что такое мангон. Это повязка, которую одевать на голову. С победой Артема вместе с мамой и папой поздравили его младшие сестры. Кстати, семилетняя София и двухлетняя Мария уже получили приглашение на занятия. А вот восьмиклассника 10-й столичной школы Павла Жемчужного, спортсмен в синей защите, к регулярным занятиям тайским боксом приобщила мама. У Марии секундировала сыну и на нынешних стартах. Судя по результату, Павел одержал победу в финале категории до 60 килограммов. Советы серебряного призера прошлогоднего чемпионата Чуваши пришлись к стати. Стану чемпионом Чуваши, дальше поеду на ПФО, а там и Россия, и мир уже будет. Всего же в рамках чемпионата первенства Чебоксар было разыграно 50 комплектов наград в пяти возрастных группах. В общекомандном зачете первое место заняли воспитанники отделения тайского бокса первой спортшколы города Чебоксара. Вячеслав Ильин, Вести, Чуваша.